Первый приз в копилку страны принёс дзюдоист Ельдос Смета. В полуфинале он уступил спортсмену из Японии, но в борьбе за третье место показал высокий результат и завоевал олимпийскую бронзу. Ранее Ельдос выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, чемпионатах мира и Азии. Кроме того, в Токио за олимпийские медали будут бороться Ольга Рыбакова и Дмитрий Баландин, призёры прошлых Олимпийских игр. Акмулинские тренеры и спортсмены выразили слава поддержке участникам Олимпиады. И, конечно же, мы следим за Олимпиадой, следим за пловцами, за нашими пловцами, за Баландиным, у которого скоро будут соревнования 200 метров брасом. Так что мы надеемся, что он покажет достойные результаты. Это седьмая Олимпиада для независимого Казахстана. После каждой Олимпиады казахстанские спортсмены возвращались с медалями. В этом году Игорь Сон и Зульфи Ачиншанло завоевали бронзовые медали по тяжёлой атлетике. Особые надежды возлагаются на казахстанских боксёров. Боксёры в восьми весовых категориях успешно провели стартовые бои. У Акмулинцев большие надежды на боксёров. Я слежу за Олимпийскими играми, потому что я уже 25 лет в спорте и мне очень интересно наблюдать не только за нашими боксёрами, но и за все Олимпиады. Финальные поединки и полуфинальные поединки наших боксёров, на которых возлагаются большие надежды в стране, это вид спорта, который всегда давал медали. Конечно же надеюсь, что наши спортсмены, наши боксёры возьмут золото и серебро и бронзу на этих соревнованиях. У нас есть явный фаворит, это Камшебек Анкабаев, который уже и призёром мира был, и другие старты выигрывал. Также есть много ребят, хороших, все достойны медалей. За годы независимости из Казахстана вышло 16 победителей и 71 призёр Олимпиады. Земляки выражают уверенность, что на этих соревнованиях казахстанские спортсмены выступят достойно и вернутся с медалями. Аслан Абуталипов, Абзал Балтабаев, Медит Каиркенов, Алмаз Адуакасов, Купчах Парад.